Продолжение следует... Это лучшая компенсация, несравнимая с денежным эквивалентом. Владыка Иларион? Да, Иларион. Его письмо к священникам. Нравственность и священство. Он праха не оставляет. И главное, его друзья писали ему. Что ты сделал? Язычники от руки переписывают твой трактат. Проходу нам не дают нигде. А теперь, кто его упрекал, никого имени нет. А Иероним остался. Самый почитаемый в Западной церкви. Даже, кажется, балашов был, участвовал. Первое нет на четыре Евангелия. Остальное это послание и откровение. Ну, это подарочник тут уж. В зубы не смотрит. Нету первого, просто его нету. То ли раньше раздали, то ли не выпустили. Сейчас мы едем туда. Я взял второе издание «Светные послу» Для Слова Божьего нету. Ну, и там Александра еще. Два экземпляра с истиной православной. Если мы получим, то здесь задержанной нисколько не будем. Прямо мгновенно уходим. Везде спрашивают. Там опять запрос. Когда будете? В какой момент? На какой паром заказывать? Они нас вышибли. Три недели, а фактически уже месяц прошел. Как раз второе мы сдали. От нас еще не зависит. Но у меня подозрение вот такое, что нас Господь загнал за вас только. Да. Но мы тоже так чувствуем. Мы наш путь искривили. Мы тоже так чувствуем. По поводу листков. Заметки. Скажите. Какие вы заметки дали? Листки. Я встал на сиденье лежать. Листки там, чтобы написали. Я их приватизировал назад. Не отдам. Вот. Отпечатайте себе. У нас есть. У нас есть. Ну, там не полное. Мы еще дополнили. Дополнили? Да, это дополненное мне надо. Надо вам полную версию. Ну, сейчас некому распечатать. Ну, ладно. Мы когда приедем назад, чтобы для нас лежало здесь. Для меня тоже важен документ. Я говорю еще. Я скажу, чтобы вам переслали на вашу почту. Я там уже на почте, конечно. Это так. Ну, что. Конечно, все это удивительно. Когда назад оборачиваешься. Наши рассуждения были все во благо. Но оказалось, у Бога лучший подарок подготовлен был. Маленько повернитесь. Вот. Вот. Вот вчера этот вопрос-то вам не случайно задали. А чего отец Кирилл, говорит, так любит. Один сказал, наверное, больше, чем отец Аким. Я говорю, уж не знаю, как больше отец Аким. Это такое сравнение делать не могу. Ну, конечно, необычно. Необычно. Вот это ваша беседа за столом. Вот эта открытость. Ну, это дар Божий. Вам тут хвалиться нечем. Это вам дал Бог. И вы его используете по полной программе. Нет. Мы искренне рады были с вами общаться. Вас встречать у нас. Я не скрою. Большой пользы для себя. Спаси Христа. Беспокойство. Если вас будут, как обычно, попов жущат, вышестоящие или попы какие-то. Вы просто конкретно скажите. Вызывайте на суд. Человек просится. Почему вы его не вызываете? Павел говорит, считаю себя счастливым, что могу перед вами стоять, перед Агриппой. Мне этого счастья не дают они. Вызывайте конкретно. Вы что? На мою внешность. Вас так говорится, как красная тряпка на бойцовского быка. Или, если это проще всего, назначьте, покажите. А то фактор, что не отзывается неположительно. Негативная патриархия. Это пророческий дух. Ни один пророк. Я не пророк. Я беру слова оттуда. Не отзывался положительно о царях. Этого не было нигде. Кого из пророков и игноляции вашей? Фраза Стефана. Кого? Они не могут назвать. При жизни начать. А потом вы памятник будете строить. Канонизируете. Щипать мое тело. И мне отец Леон Суворов говорит. В православе все можем. Вот умрете, и канонизируют. Канонизируют. Не нужно выбрать это из них. Остальное сдавать. И будут мощи. Я говорю, как дам с сапогом из могилы вылезти. Вы знаете, кто так ударил? Эпифания-то. Когда он со Златоустом-то разошелся. Ну, а Златоуст ему сказал. Ты, Эпифания, с Тивдоксией связался. Ты многое творишь не по канонам. Поедешь домой, не доедешь. А Эпифания ему в ответ. А ты и столицу там где-то оскорбил. Тебя сошлют. Тоже до места не доедешь. У него пророчества исполнились. И когда он на корабле ехал. А ему уже 102 года было. Эпифанию это. Ну, и один матрос что-то так на него. Он подошел к нему и говорит. А ты не искушайся. А у него мысли были. Он умрет. Я посмотрю, обрезан он или не обрезан. Он же еврей был-то. Ну, он умер. Положили на воду. А матрос шел потихоньку при поднятии. Он как? Дал ему ногой. Он опалубу темечком и умер. Он его предупредил. Он футболист был замечательный. Пенальтик какой. И никто в объединение ему не ставит. Кому ставить-то его? Нет, он мертвый. Поднялась нога и точно попал куда надо ему. Но предупредил. Это и жития святых. Не искушайся. Мне недавно один священник вопрос задает. А как вы считаете, в мощах Христос живет? Я говорю, батюшка, не искушайся. На этой теме уже срезались. Они меня подхватили. Вы нарушаете правила 7-го Вселенского собора. Когда храм строят, заложить надо домой. Это и епископы касаются. Я не могу его нарушить. Потому что я не генерал. Ко мне не относятся. На мощах. Я говорю, не забывайте на мощах мучеников. Ни на частиц и неизвестно кого. Вы это не выполняете. Я его не могу нарушить. Потому что я храм не строю. И я не епископ. Подыскиваются всякими путями. А потом спрашивают. А как вы считаете, после смерти Дух Святой покидает? Я говорю, больше заниматься нечем. Амбросий Урасов говорит, где храм был, у фундамента ангела стоит коровля. Апостол Павел говорит, вторгая служение ангелов, чего они видели, надмиваясь плотским своим умом. Ты видел? Ангел стоит. Стоит и 70 лет коровляет фундамент. Маленько попомнись, что ты буровишь-то? Ангелы на служение. А они путеводители. Они охранители. Они кирпичи ваши там охранять-то. Как мы можем соглашаться вот с этой непрорубной тьмой? Оно интересно. Бабушки это любят. Да мало еще они любят бабки. А вот у меня были вчера, которые люди беседовали. Они все Слово Божие почему-то любят. И вот этот Седой, она два года старше меня, Владимир Семенович. У него такие вопросы. Это все записано. Владимир Семенович. Степанович. Хороший. И такие вопросы прямо. А второй Семен это ты Барагим-то. Я говорю, ты ему сделай с процессором купи. Не этот блин. А настоящий. Деньги-то есть купит. А он еще не понимает. Я говорю, он будет понимать. Там еще понимать. Я говорю, на компьютере парнокопытное животное может работать. Или же узнать, куда нажать только. А вот кто изобретал, кто программу. Вот это умники. И вот по скайпу будем говорить. Ну кое-как уговорил. Он говорит, я пойму. Он говорит, научусь. Он говорит, не хочет учиться. А вчера он захотел учиться. Сколько было вопросов. Разрешили. А эта женщина русская. За сербом. Которые. Долго беседовали. Все. Давай фотографировать со всеми. И она все про евреев. Главное еврейский вопрос. Она для патриотов это не понравится. Не понравится. Потому что я отвечаю не для патриотов. А как по Евангелии. Вы считаете остаток спасется. Так написано. И они придут к Богу. Великое преимущество быть иудеем во всех отношениях. Павел говорит. А наипаще. То есть выше всего преимущество. Что им верено Слово Божие. Кабы они не сохранили. Я бы был не такой. У меня бы живого не было. Библии не было бы. Через евреев пришли пророки. Пришли апостолы. Божья Матерь. Христос. Ну это мы должны понимать. Ну щебайся. Я его и не вижу. Этого щебайся. Ему надо много денег. Он возьмет и без нас. Но у меня внутри мир. Так а патриоты вас там не поймут вроде. Патриоты. Патриоты ищет. Он Николая Леонов. Тоже патриот. Воевать надо. Его нет. А я говорю живой. Я встречаюсь. Как ему интересно с этими. С униатами. Как. Ну их нету. Еще говорить. Думаю что нашел бы язык. А про язык этого убили. Просто я один. Я он. Это я его. В нем я себя вижу. До обращения ко Христу. Ты на маленько так любого. Как говорится. Золотом язык говорит усваивай. Присваивай. Хотя он за всех умер. Ты скажи за меня умер. Кровь пролита за всех. За меня. Вот тогда у тебя чувство благодарности. Пылающее будет. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Не просто. Всего мира. А мой. Иоанн Златоуст именно к этому подбивает. А почему? Ну это да. Одно дело вы говорили. А когда вы говорили о нашем приезде здесь. Я считаю в интернете. Другой слушает просто. А я слушаю. Вспоминаю все. И как ветер дул. Как сидели люди. И как этот который пытался конюхов ко мне прилететь. Он ничего не знает. Он как медуза в море. Болтался. Болтухался и все. У нас встречи везде непрерывные. Нас ждут. Но когда будут сейчас смс. Когда там и там и там мы встретимся. Иван Суворовц. Ну хоть заехать и хоть там. Не могу. Потому что на него гонение. И я дам повод снова его гнать. Деятельность Лапкина. Там такая усилилась. Тульская епархия. Я ноги даже не ложу. Один раз были. И они не могут успокоиться. Уже три года. Значит что-то у нас есть. С чего понятно. Чтобы доражить да. Да еще как. Да еще они столько прибавляют. И когда на меня прибавляют разное. Я говорю так. Я так оборачиваюсь. К кому вы говорите. Ко мне. Так это не я. Это мимо летит. Ты про меня скажи. Отец Аким когда служил где-то. Не знаю. В Тюкалинске или где. И на него. Они двое со священником были. В советское время. Ну а архиерея там. Максиму Крохе стали жаловаться. Они столько дров сожгли. В два раза больше. Вина покупали. Они его выпили. Попы. Батюшка. Архиерея спрашивает. Ну если дров сожгли. Значит жарко. А они тогда разделываются. В них трусах на улицу ходят. А то что попало. Батюшка то узнал. И с ними встретился. И говорит. Вы на меня жаловаться. Паши. Ничего ж вы со мной не посоветовались. У меня полно недостатков. Я бы сказал. Ну вы просто сами себя скромили. Говорили то не по делу. Вы по делу бы говорили. Я расскажу вам о своих недостатках. Перед вами. Пока я не принесу. И вы тогда к архиерею пойдете с этой бумагой. Бояться этого не надо. Все что сегодня в обличении нам. Это будет в радостном этажстве. Что они помогли нам освободиться от этого. Я знаю у нас есть. Которые. А кому это надо. И один дьякон. Игнатия книги. Их никто не берет. Поэтому дарит. Я говорю. Запиши на бумаге. Чтобы не отречься. Через 5 минут отвекаться начнешь. И никто не берет. Никому не нужны. А я дарю и разважу. Согласен? Так это возвышает действие. Никто не хочет Библию. А сектанты их вагонами везли. И раздавали на стадионах. И в каждом предприятии. Чья вина. Люди не верят в Бога. Тогда Сын Божий сам идет к ним. Сам идет. Сам жизнь отдает. Это что его в упор? В упор ставите. Это говорит о том что я люблю то что делаю. То что написано. И желаю чтобы люди это знали. Ничего себе. По миру я бы мотался. Зачем? Зачем? У меня дети. 38 ребятишек надо устроить. И найти плоды. Если начинает говорить о священии. О крещении. Показал рукой. Гляди. Так а сейчас так не делай. Там по сейчас Бог не будет решать. Он будет решать потому что от начала было. А от начала было то что святые языка нам дали в канонах. Каноны вообще презрительные. Андрея Кураева упрекает. Он говорит. Поставьте свои каноны на полку. То и не трогает. Вы его не понимаете. Он говорит. Раз не исполняйте. Хотя бы не хулите. Поставьте. Я перевожу. Ему нельзя сказать это. А я скажу это. Он не против канонов. Дело в том что они вообще не соблюдаются. И они в глаза священники их не видели. Но. К каждому слову отца Андрея вначале привязываются. Я ему расшифровываю. Да как же так это. Вот так. А он чем занимается. А другого то еще и нет. В этом может греха там меньше чем вы когда берете слово Божие да искажаете его вдоль и поперек. Он в матрицу вот увезет. Там Гарри Поттера выступает. У меня он этим заниматься не будет. Интернет буквально наполнился. Отец Яхан езжай. Игнатий зовет вас. Вы там поправитесь. Вас там никто не тронет. Я говорю лишнее с вас уйдет. Баварского пива там говорю не будет. Все там в интернете смеются. И он сам повеселел. Я прям на него посылал. Поблагодарил. Ну здесь не удалось встречи. Может выйдет кто-то. Не получилось. Он может быть не в Москве сейчас. Ну может будет. Это будет в августе. Когда мы будем возвращаться. Неплохо было встретиться. Встретились бы. Посидели поговорили. Я смотрю на него. Где в начале я его дал бить. Он как ребенок. Вот ваш этот характер вот с чем-то тоже схожий. И это приближает друг к другу. Мы не можем оценить то что не стандартно. Неординарно. Как это дорого. Вот вы вчера об этом сказали. Я всегда искал таких людей. А вам искать не надо. Они сами к вам придут. Потому что притягиваются. Однородные. Сегодня они поносят. Я выхожу из храма. Падают. За ноги цепляются. Прости. Мы говорили. Оказалось не тогда. Есть выражение. Наплевать да забыть. Ну говорили. Где она ко мне пристала то. Да я сейчас. Одну подбили. Против меня. Она выступала на суде. 16 лет девчонкой. Татьяна Лензина. А родители против. А муж то запивается. А она харизка. Ну а теперь то время то прошло. С 86 года то. Считай сколько то. И она теперь ходит к нам. И она перед камерой принесла покаяние. И встретиться. Она не может что бы ни обнять. Ни поцеловать. А они меня посунули. Я не знаю ничего. А я говорила. Там баптисты. Там то другое. А сейчас ходят. Я прихожу сюда. Говорит. Вот я как будто все время здесь и была. Улыбка с леса не сводит. Время свое перемолол. И. Родное и близкое. Оно сошлось. Ох. Ну что отец. Мы сейчас поедем. Ну дай бог чтобы все было благополучно. Нам сегодня решающий день. Прямо. Если только мы получим. Ну вопрос сразу сдвинулся с места. И мы прям выметаемся. Где хотели задерживаться. В Греции. Только только повидались. И нам скорее нужно переплывать во Францию. Ждут. На День Троицы. Много народа будет. У меня. Встреча то есть с народом. Говорят. Один в прошлом году. Расположим. Вот видите. Вы в прошлый год в Грецию не попали. Вас Божья Матерь не допустила на Афон. Я говорю. Ты еще у Божьей Матери. С секретарем находишься. Узнал. Она тебе доложила. Ты спроси. Хотел ли я. Первый вопрос. А если я. У меня никакого желания там не было. Я знаю. Они молчат. Я буду время зря тратить. Говорить то не с кем. А я с этим пытался говорить. Идет. Молчит. Нельзя разговаривать. Пришли за столом. Голова между ног. И вышел. Ни слова не сказал. Зачем это нужно. Время тратить. Я им оставить книги хочу. Новый Завет. Истинно православие. Хотя бы здесь. Ну может быть там Ефрем просчитает. Надо смотреть на все это легко. Не приняли. Не приняли. Значит не мой путь. Они не приняли. Меня это не касается. Главное я сделал шаг. А ты не принял. Идите званые. Званые не пошли. Идите других собирайте. А те которые пошли. Они посланы. Ему привыка нет. Что за ними не пошли. Он выполнил. Он пригласительно отдал. Ему голову разбили. Все на месте. Идите. Это что меня попыток. Где долго. Это же награда. От Бога. От Бога. От того как это наша планета. Так вот. Ну что мы пойдем. Дай Бог. Дай Бог. Чтобы все было хорошо. Батюшка. Идите. Я буду может разговаривать. Чтобы особую силу Бог дал. Благословите. Благословение. Господу. Богоспаса. Иисус. Игнатий. Всегда. И ныне пресно. И веком. Христос. Это не нас. Пойдем. А уж как Бог даст. Ну вы видели сами. Что. Такого скажу в Барнауле. Никто не поверит. Что там вышли люди. Ну. У них наплыв большой. И поэтому они. Потому что у нас с 10 открытия. Они скажут время есть. Поэтому они отодвигают. Потому что надо тому кому раньше. Я их понимаю. И не обвиняют. Но. У нас Шенгенская зона. Вот это их тронуло. У нас пропадает. У нас. Ну если день пропустим. Мы на день дольше погодим. Нас никто не выгодит. Литва она. Почти наша. Так что. Тебе что-то не нравится? Ну. Говорит. Кости отодвиги. Остальное-то рыба ты ешь. Не давись по кости-то. Придет время. Тебе откроется. Ты увидишь. Люди. Которые так говорят. А я. Нельзя туда переходить. Вот. К густарманам надо переходить. Там надо обрезание. Гуаптистам надо. Потому что там членство. А тут. Не ваш конечно. Охран другой. Любой заходи-выходи. Я был в Киеве когда. Стоял и смотрел. Неполный час. Семьсот пятьдесят человек. Зашло. Семьсот пятьдесят вышло. Я говорю. А почему трамвайные пути-то не завели прямо внутрь-то? Прям вышел. Остановка. Никто ничего не знает и не нужен. Бог-то, наверное, спросит. Как выселить. Лишь бы это бросать. А куда семья упадет не важно. В огороде мы заботимся. Точно в Бородске посеять капусту. А слово Божие. А куда она улетит? А ты гляди на людей. Вот она. Одна пришла вчера. Вторая. Третья. Одна недовольна. Вот эта толстая в черном одета. А недовольна что-то в интернет. Там меня. Я говорю. Сиди дома. Что ты мельтешилась перед камерой тогда? Что это? Командаж. Это мой товар. Я приехал. Я снимаю. Тебя плохого не говорила. Что ты боишься, что тебя не поставят куда-то выше или где-то? А какая у меня работа? Такая работа. Сиди со своими работодателями. И она маленько утихла. Я прошел ко мне под язык никого не запускать. Это бесполезно. Я могу просто зубы сжать и больно будет. Я делаю это. Ты делай и тогда у нас будет общий. Почему я никому не говорю как делать? Я сказал что лучше, а ты не избрал. До свидания. Вчера этот Ибрагим пытался спорить. У меня есть выражение. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину и отходит. У меня нет времени. Ты не принял. Спрос у тебя. Я уехал. Что хотели? Я еще в Барнауле здесь сказал. Верните паспорта. Я уже о визе не настаиваю. Верните. У нас паспортов нет. Хорошо все обошлось. А что хорошо? Куда вы сейчас едете? Куда вы намешаны? Едем сейчас в Воронеж. А из Воронежа едем в Грузию. Из Грузии едем в Турцию. И дальше в Грецию. Все у вас сохраняется? У нас все сохраняется. А виза вы говорите, что не открыт. Виза только в Англию. Только в Англию. Только в Англию. Оставшим нет полностью. Скандинавия. Все для нас открыто. Это Португалия. Вот это вот. Они на пути в это дело стали приглашать. И мы сказали, ну ладно, я ей тогда прислали. А что нет числа, я даже понятия не имею никакого. Да. Такие мелочи, которые не считают. Которые ничего не значат. Не от нас. Зависит даже. С дороги. Александру еще позвонили. Он отказали. Он до того был удивлен. А я полный новый завет. Консулу ему. И для Слова Божьей. И Тузский Сил православие. По пять книг. И там ему подарил. Ну я говорю, чтобы так ничего не думали. Мы благодарны Богу. И желаем вам всякого блага. А что? А он видимо сразу же ему сказали. Числа нет. Я говорю, числа нет на бумаге. Нету числа. Который пастор приглашает на конференции. Но только Англия отпадает. А все остальное остается. Только все остается. Ну слава Богу. И поэтому от нас это не зависит. Ну то есть при желании мы сейчас можем туда запрос сделать. Когда мы вернемся в Россию. А уже документы здесь на руках. Оформили. И опять через Польшу войти у нас же позволяет это делать. Но мы уже шенгенский месяц проездили бы. Нам это не надо. Не надо. Потому что мы просили как Богу угодно. Вот. И вот такая заколючка совершенно незначащая. И вот. Все. Маленький камушек на пути и машина остановилась. Мы не настаиваем. Мы благодарим. Паспорта у нас уже с собой. Мы только паспорта искали. Я это слова проронил там. В Барнауле здесь. Уже мне не везу. Ничего не надо. Верните паспорта. В паспортах открыта шенгенская зона. Вот батюшка. Вот слова которые говорить. Я когда выпускал седьмой-восьмой тонн. А у меня был яромонах. Он жил на фанайот. Судник. Помню. Помню. Вот. И в это время. Когда у меня это. Седьмой-восьмой. Это жития святых. Это четыреста вопросов по житиям. Там тысячи проворотов. И в это время наши два члена общины. А он работает где-то там. Это в Армандо. И они стали к нему приходить. И какие-то там молитвословичи-то лезут. Они его сбивают. Он не работает. Это до того. К Пасхе идет. У меня типография жучит. Давайте. Потому что предоплата сделана. Материала-то нету. А материалы дорожают. И я говорю. Мне что. Помолись. Чтобы убрал вас Господь. Я не молился. Я только сказал. И скажи. Как одним ударом. И романах. Эти двоих сразу головы свистены были. Эти ушли. Этот сбунтовался. Неизвестно. Еще как бесновато сделался романах. На фанайл. И где он сейчас. Неизвестно. Где-то пошел. Грехостильным. Старостильным. Потом. Куда-то уехал в Казахстан. И прочее. Я не говорил. Но все трое. Которые стояли. Мешали на пути. Одновременно. Всех сразу. Понятно. На обед. Пожалуйста. Мы ели. Уже по обеду. На машину садимся. Благословите нас. Ну что же. Ангелы-хранители. Спаси Христос. Благословение Бога. Спаси Нашего Иисуса. Кроме Игнатия. Мы вас побыли. Чудно. Христос. Это главное. Это нас Бог за вернусь. Спаси Нашего Иисуса. Простановление Божьим. 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 Христос. Божьим. 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 Божьим.